Физкульт привет, дорогие гости и подписчики моего канала. В этом ролике я расскажу, как я готовлю теплицу весной к новому сезону. Я пользуюсь плоскорезом Фокина и плоскорезом Стриж. Я взрыхляю почву на примерно 5-7 см и обхожусь без перекопки уже который год. Вот такими движениями плоскорезом Фокина я рыхлю землю. Немножко ускоримся. Процесс несложный. Удаляются камушки, которые попадаются и хорошо взрыхляется почва. Таким образом не нарушается структура почвы, сохраняются микроорганизмы. Меньше заболеваний от этого в почве. И плодородие таким образом не нарушается. После того, как я взрыхлил почву, я беру грабли вот такого веерного типа, как видно, и выравниваю поверхность. При этом разбиваются комки крупные, грунта. Ну, хотя после плоскореза, в принципе, и так немного комков. Но хорошо использовать и грабли. Потом, опять же, плоскорезом Фокина я делаю три бороздки. Беру семена горчицы. Обычная белая горчица. Вот видно. И начинаю сеять в эти бороздки, что я сделал плоскорезом Фокина. Ну, довольно густо. Семена горчицы недорогие, поэтому я их особо не жалею. Вот сейчас поближе вам приближу. Видно, что довольно часто посеяно, густо. Можно и в разброс, конечно, сеять, но я как-то непривычнее в канавке. Эти же канавки потом я засыпаю опять тем же плоскорезом. Очень удобный инструмент для обработки земли. Многофункциональный, я бы сказал. Ну, вот, немножко убыстримся. Сорняки и камушки удаляю в процессе. После этого надо хорошо пролить. Теплица у меня находится в Подмосковье. Снегом, кстати, я ее не засыпаю зимой. Поэтому влага требуется. На момент съемки данного видео была середина марта. Дальше, по той причине, что у меня установлены короба, я имею возможность сверху устанавливать кусочки поликарбоната в качестве дополнительного утепления грядок. Потому что ночью в этот период еще бывают довольно сильные морозы. Но под таким укрытием, конечно, ничего не вымерзнет. И семена горчицы благополучно взойдут. Аналогично я поступаю и с центральной грядкой. С одной стороны, справа у меня посеяна строчка лука. Ну, а в середине я сею горчицу, как сидерат. Горчица обеззаразит почву и обогатит ее полезными веществами. Дополнительно, когда вы поливаете, можно также использовать гумат. Это очень хорошее натуральное удобрение, которое еще больше повысит плодородие почвы. Вот я добавил немного гумата. и хорошо проливаю землю. После того, как я посеял сидераты и хорошо пролил почву, я закрываю такими поликарбонатными листами. Они обеспечат тепло и защиту от заморозков. На этом все. Подписывайтесь на канал. Всего хорошего. Пока-пока.